привет всем любителям рыбалки вы на канале харизма люрс приманки напечатанные на 3d принтере харизматичные приманки сегодня запиливаю второй ролик на тему поиска универсальной приманки в прошлом ролике я рассказывал в принципе о том что можно печатать на принтере какие варианты возможны в каком исполнении какие формы какие огрузки сейчас я как бы более углубленно затрону эту тему ну вот если начать самого простого вот такого утенка запилил максимально похожего опять же на маленького утенка вот есть что-то подобное у savage gear да только он конечно резиновый такой более плоский для более динамичной проводки мне же хотелось мне же хотелось иметь своем арсенале именно такого вот потихоньку плавающего именно вот такой формы с расправленными крыльями чтобы щука видела снизу что непосредственно это утенок в спокойном состоянии не на рывковых проводках ловить а именно вот на таком вот очень очень плавно очень спокойно как вот именно щука да атакует именно маленьких утят не очень конечно предстоит огрузить до окрасить но вот в этом и прелесть собственно 3d принтера в том что ты если четко представляешь что ты хочешь и на рынке этого нет ты можешь вот это вот разработать воплотить и соответственно ловить очень мне нравится как я реализовал попперы вот серию попперов так скажем вот таких вот с черепушками огрузил опять же их продольно вот здесь видно что я оставляю такие значит кармашки для помещения туда шариков вот опять же удачный нашел угол при котором он дает хорошую такую струю хороший всплеск и остойчивость у него довольно таки хорошая то есть он по сторонам не особо рыскать а прямо работает на очень динамичной проводке вот ну вот покрыл его лаком выглядит вообще на мой взгляд хорошо вот такую приманку тоже палачил это в прошлый раз его показывает кальмар это такое некое подобие walker он держится на плаву но если его динамично анимировать то благодаря вот этим вот отверстием по дренажным каналам через вот эти сопла выходит воздух с водой создавая такое возмущение пузырение что привлекает конечно конечно рыбу вот и в принципе форма мне его нравится играет он очень хорошо если правильно его анимировать кисточка тоже придает ему такой привлекательности для хищника вот тоже покрыл лаком что прибавило кстати ему динамичности при проводке вот такую приманку реализовал это так скажем ну подранной рыбкой от не назовешь это огрызок если вы знакомы с разработчиками воблеров некоторые которые сами пытаются под различными марками выдавать какие-то свои идеи значит реализовывать это совместно то наверно знаете что уже попытки сделать какие-то вот такие обрубки рыбок они уже предпринимались у некоторых марк ну вот такой вот я запилил то есть немудростую лукава а отпилил половину воблера вот ну естественно грамотно его грузил сделал воздушный карман сделал погремушку но системе дальнего заброса здесь конечно не может идти речи но придать ему вид вот такой вот рыбки что называется с кишками с возможностью пропитки вот этой области аттрактантом она часть сделана жестко палачно а часть более мягко чтобы впоследствии она могла истрепаться и было больше похоже на какие-то вот потроха это да это возможно мне кажется должно привлечь щуку в конце концов хищник они подбирают вот таких вот раненых там рыбок если дать ей разглядеть вот эту вот идею то мне кажется она без вариантов атакует глаза кстати здесь вот вот у этого уберочка я делал сам сейчас дополнительно этом я остановлюсь каким каким образом это сделано ну теперь если да кстати продолжать тему вот подраненных рыбок вот классический джерк небольшой огружен он тоже по-другому не скажешь то есть классическим образом вот я здесь если видно могу показать вот таким образом довольно хорошая игра у него звучит тоже довольно хорошо такой хороший глухой звук а вот ну сделал я его тоже таким подраненным сверху так хорошо обкушенным придал побольше блеска ну не особо заботился я сходстве с реальной чешуей больше здесь вопрос красоте тоже я считаю должна должна щука отреагировать на такого товарища посмотрим видео проводок видео купания видео улова я конечно же буду выкладывать кстати большинство моделей вот который я обозначил вы можете найти на моем небольшом сайте ки одноименном харизма люрс ознакомиться с прогрессом так скажем моим по поиску идеальной приманки универсальной приманки ну в принципе посмотреть что еще возможно сделать на 3d принтере то есть это и какие-то механические то есть вот и рыболовной инженерии у на меня есть такой разделчик там есть автоматические подсекатели то есть с электроприводом удочки как форма для силикона я делаю тоже я думаю будет интересно какими видами видами пластика можно печатать то есть светопоглощающий виды огрузки ну ну и так далее я думаю будет интересно посетить это ресурс называется харизма люрс то есть набирайте смотрите пишите как вам ну теперь касательно непосредственно вот реализации вот этой концепции про которую я говорил вот такого плана я запилил такой формы прототипа что называется модельки это и не крэнг и не мину в опять же двигаемся в универсальном направлении вот такой форма приманка с огрузкой с трещоткой системы дальнего заброса здесь минимальная реализована но она есть здесь присутствует камора для аттрактанта вот тоже покажу то есть она вот такие вот образом наискось выполнена с окошком для захода туда воды там значит поролоновая вставка и если кто знаком с таким брендом как спрут у них спрут если не ошибаюсь блат самурай кровавый самурай у них реализована система заправки жидким аттрактантом именно таким образом то есть капсула с поролоновой вставочкой сюда значит вставляется носик жидкая приманка пропитывает поролонку и при движении это все высвобождается и запах и вид очень хорошо приманивает щуку это я однозначно знаю я на него очень много ловил мне очень нравится это это приманка вот так же здесь я реализовал систему сменных лопаток вытаскиваются они очень тяжело вот опять же говорю это прототип но в конечном варианте они будут меняться довольно таки легко в чем плюс то есть во первых сама лопатка может быть как у обычного воблера прозрачной и она может быть разных форм расцветок для разного заглубления и даже с вариантами огрузки вот крепление и и осуществляется простым штифтом который любую рыболовным инструментом довольно таки легко убирается вот здесь я уже закрепил огруженную лопатку если слышно то есть вот эта лопатка она пустая а вот здесь лопатка стоит с поперечной огрузкой помимо этого вот более крупный вариант воблера он у него более громкая погремушка более тяжелая огрузка и помимо той же самой камеры для жидкого аттрактанта присутствует еще камера круглая шарообразная если быть точным для твердого аттрактанта если кто знает опять же у strike pro твердый аттрактант реализован тоже в нескольких воблерах в виде таблеток таких прессу прессованных таблеток с определенной смесью которая размокает и высвобождается через поры но не мы говорим о неком универсальном подходе здесь реализованы и та и другая камера поэтому система дальнего заброса здесь опять же минимально здесь ставка сделана на активную игру при проводке и максимальное высвобождение то есть какой-то дальности до от него все-таки ожидать не стоит опять же я не исключаю что универсальными могут быть мину универсальными крэнки и какой-то промежуточный вариант я всех название забыл уже вот но возможно в к в каждой категории будут так скажем вот такие подразделы вот такого вот товарищей запилил это тоже и не мину и не крэнк фактуру чешуи я у него организовал вот здесь я никаких камор не делал здесь меня ничего не ограничило и поэтому системы дальнего заброса у него выглядит довольно таки неплохо довольно таки эффективно то есть огружена на двумя крупными свинцовыми шариками а именно дробью ну вот здесь не магнитная система дальнего заброса когда я использую магнитную для магнитной системы шарики я использую естественно а металлические жабры вот здесь я реализовал опять же для дополнительного возмущения на некоторых воблерах новой серии сейчас новинки поступают в продажу что-то подобное есть вот но здесь я маленько опять же по другому пути пошел если кто знает то увидит различие это различие в воздушной камере вот которая расположена сверху здесь у меня принтер это я отверстие сделал слишком большого диаметра и здесь немножко не пропечаталась на вот но в следующих следующих вариантах я обязательно это исправлю лопатка сделана опять же не для особо размашистой игры но для хорошего заглубления с петлей самой лопатки как ну классический вариант с усилением вот но в принципе по игре я его дополнительно по нему видос выложу теперь что касается вот кстати глаз я бы хотел остановиться вот который реализовал на этой приманке то есть эпоксидкой довольно таки хорошо вот такие глаза вот делаются выглядит на воблере это вот так довольно таки неплохо играть можно с различными с различными вариантами что в принципе я и собираюсь сделать это вот кстати ультралайт серии с хорошей такой мощный лопат с хорошим заглублением это на окунь а вот эту си эту серию продолжает вот такие вот дракончики тоже с огрузкой открытой открытого типа вот при покрытии эпоксидкой естественно ничего не ржавеет там все в порядке ну и в конечном итоге запилил я вот такого дизайна товарища это что-то вроде близонга диповского вот здесь полноценно мне удалось реализовать систему дальнего заброса систему поперечной вот погремушки вот даже видно что при перемещении назад он довольно таки неплохо держится при перемещении вперед соответственно баланс у нее совсем другой я проверял летит он довольно таки хорошо довольно таки прямо не смотрите на петель куда у него она пока временная для проверки значит что здесь самое главное мне удалось так скажем реализовать это сменную лопатку как я уже говорил и подвижную опять же все знают мегабасовский воблеродчик у которого мину по моему если не ошибаюсь не помню его название значит у него система дальнего заброса есть и она еще дополнена складывающейся лопаткой которая когда складывается она улучшает его значит аэродинамику в полете когда он падает в воду падает она естественно раскрывается и продолжает и начинает работать здесь мне это реализовать удалось при том что она еще сменная то есть ну довольно таки неплохой вариант то есть можно менять лопатки с разным заглублением для разной игры с разной огрузкой даже в эти лопатки можно интегрировать как вот то что я говорил вот эти вот отверстия с аттрактантами и так далее так далее хотя вот здесь вот я для этого отверстия паз предусмотрел то есть ну в принципе если вот эти все инструменты в каком-то в какой-то форме мне удастся совместить то может получиться довольно таки неплохо я опять же не исключаю что это будет потом конечно разбито на какие-то категории например я прекрасно понимаю что какого-то вот одного единственного там универсального не найти но воблер модернизируемый в процессе рыбалки в реальном времени с какими-то вот такими интересными инструментами которые позволяют попробовать приманить того или иного хищника вот кстати если вы посмотрите вот здесь на картиночку у меня на сайте вот здесь как раз видно что вот здесь страйк прошный воблер представлен а здесь спрутовский и вот как раз капсула с аттрактантом вот ячейки для жидких и кассетных аттрактантов как встроенные так и съемные ну съемный я пока еще не реализовывал хотя ну понимаете принтер опять же 3d принтер он предоставляет очень широкие возможности на эту тему и я не собираюсь прекращать усилий если у кого-то какие-то вопросы возникли кого-то что-то заинтересовало кто что хочет обсудить пишите в комментариях к сожалению на различного рода форумах типа ублюдочного волга фишинга мы пообщаться не можем потому что они активно банят таких рукоделов как я видно боятся конкуренции может быть с продажами у них труба вот так что пишите в комментариях на пиндос ютюбе там пообщаемся кстати всех любителей рыбалки с открытием сезона позавчера наконец-то свершилось вот так что будем пробовать будем ловить всем не хвастань чешуи пока